Сегодня мы продолжим нормировку уравнений физических процессов и рассмотрим уже одномерный случай. Напомню, что было в прошлый раз. Мы нормировали уравнение колебаний в точке. То есть контур был сосредоточен, и мы получили следующую нагрузку для заряда, для перенаспределения зарядов в этих точеколебательных конкурсах, в зависимости от фазы, процессов. При начальном заряде, при начальном заряде, в числе зарядов 0 и 0. Сегодня мы рассмотрим длинную линию. То есть уже одномерный случай, в котором длина волны среди линии длинной линии или меньше длины длинной линии. Вот вывод этого уравнения я вкратце покажу, но вы, наверное, найдете. Здесь двухпроводную линию характеризуется погонными параметрами CRMGR. Это погонные параметры, емкость, сопротивление, кондуктивность и провозимость поперечной утечки. Если возьмем два сечения в точке X1 и X2, два сечения провода, то нажимание законному дает вот следующий выражение 1. Делал V и I напряжение и ток в точке XT. С другой стороны можно записать следующее. Тогда получаем следующий интеграл. От X1 до X2 равен 0. Поскольку X1 и 2 выбираются произвольно, то под интегральное выражение полагаем 0. Это мы получаем первую равную. Аналогично получаем по токам. И 1 и минус и 2, в точке X1 и 2 является интеграл. Аналогично получаем таким образом выражение. Второе уравнение. Из этой пары телеграфных уравнений. Для тока и напряжения. Ну и здесь можно исключать, допустим, исключать ток и напряжение, когда мы получаем дифференциальное уравнение второго порядка. Относительно либо тока, либо накажем. Ну, в данном случае относительно тока. Нижний уравнение. Не знаю, насколько хорошо видно. Ну, вот так. Но это вкратце. Вы этот вывод найдете. Я буду исходить из того, что это уже вам известно. И эти уравнения только вот два для ток и напряжения. Мы сначала домножим на L по длину линии. И получим уравнение 1-2. Поступая аналогично, как для контура, мы распишем вот эту величину. L индуктивность умноженной длины линии, как волновое сопротивление, деленное на собственную резонансную частоту. Л индуктивность умноженная частота равняет CL на корне 3. L, C уже здесь распределенных параметров. Соответственно, CL также распишем, как в прошлом случае, только учитывая L. И получаем единицу на W на 1-1. И R, L расписываем тоже с учетом L. То, что R погонное сопротивление, мы его должны на 1-2, чтобы у него получилось. Получаем единицу, деленное на добротность. Я ее назвал W на R, L. Это как бы продольная добротность. Я Q, R. И J, L – это добротность поперечная. Ку, G на W, где Ку, G равняется G на N на W. Ну, а W, как и раньше, это изменится на корне из рецепта, поскольку размеры все равно будут умы. Там гены на метр и фарады на метр. Метры сокращаются. Человек подкорбит. Ну, вот теперь я что делаю. Выражение 7 расписываем следующим образом. Делим на L. Поскольку мы ее сначала умножили на L, то можно L – это внести дроби вместе с X. И вот получаем следующее уравнение. Пару уравнений. Ну, вводим новые, конечно, переменные. Вводим новые переменные. Это X равняется X на L. Это X большой уже. Оно будет меняться, конечно, от 0 до 1, поскольку сначала корден в начале линии, а в конце линии, линия линей L будет единиться. А фаза процесса Омега-0Р будет меняться, конечно, от 0 до бесконечности, в зависимости от добротности и внешнеграничных условий. Ну, можно обозначить, допустим, свести также функции новую. Уравнение W на I равняется как В нулевое, X от FI, X от FI, то мы получаем следующее уравнение для напряжения. Напряжение можно считать, W – это напряжение поперечное, а В нулевое, то есть В – это поперечное, а В ноль – это продольное напряжение. Вот эти два уравнение мы получаем. Здесь уже процесс, мы видим, происходит внутри единичного круга, где X меняется от нуля, а FI меняется от нуля до бесконечности, она в радианах выражает. Вот таким образом. Можно, конечно, еще и по-другому сделать. Можно разделить, то есть переменную В убрать и взять ток. В разделить надо бы В и получить ток и нулевое. И получаем два уравнения относительно тока. Ток более привычный, как в предыдущем контуре. И также токи выражаются через число зарядов. И получаем вот такие два уравнения красивые. В этих уравнениях Ноль и Н – это число зарядов. Но это не то Ноль, которое было в прошлом примере. Это Ноль, связанное с током. А Н – связанное с напряжением. А координаты также. Х – это радиус какой-то радиус от нуля до единицы в цилиндрической системе. А Фи – это угол в этой цилиндрической системе. И две добротности – подключенные и продольные. Вот таким образом мы получаем безразмерные, в смысле не привязанные к системам единиц два уравнения за линию относительно заряда. Ну, естественно, можно обратную трансформацию провести, найдя Н и Н нулевой, перейти к напряжению мотоком. Вот тем, что по приведенным соотношениям. Вот таким образом это получается одномерный случай по сравнению с нульмерным контуром. Дальше мы следующим образом поступаем. Можно Н нулевое, допустим, исключить и получим дифференциальное равновение второго порядка, аналогичное, как мы получили для контура. для нульмерного случая, как аналогичное уравнение. Вот это будет считаться у нас уравнением длинных, то есть телеграфным уравнением. Конечно, пользоваться этим уравнением гораздо удобнее, чем исходными, поскольку в размерностях там можно напутать и плюс к тому все происходит здесь в пределах единичного круга. траектории определяется траектории движения внутри этого единичного круга. Конечно, здесь, если дифференциальное уравнение решать, то также получится два решения с произвольными коэффициентами, коэффициентами произвольными, которые следует определить из граничных и начальных уравнений. Но методы решения этого уравнения вы хорошо знаете, это они в мультиматике рассматриваются, методы решения таких телеграфного уравнения. Единственное, то, что удобство здесь в том, что у нас по сути времени нет и скоростей никаких у нас имеется радиус процесса и имеется фаза процесса. Это уже дает большое преимущество и большой надежду в переходе к трехмерному случаю, то есть при переходе в нормировке уравнения максимума мы получим какой-то аналогичный тоже красивый результат. В чем он будет выражаться мы посмотрим в следующем сообщении. А здесь следует отметить, что еще раз я подчеркну, что само по себе телеграфное уравнение оно более широкие применение имеет, чем для однородной одномерной ливы. То есть оно применимо для полосковых линий, имеющих поперечное сечение даже соизмеримой длинной волной и большей длинной волной. Но это только для импульсных процессов, не для монохроматического процесса. А для импульсных процессов результаты получаются очень хорошие совпадающие. При этом уменьшение самих размеров линий оно в данном случае мы видим, что не зависит от размеров линий нашего уровня. Оно не зависит собственно от времени, потому что фаза определяется, а фаза входит в разнообразном локере. Поэтому безотносительно к размерам рассматриваем полосковые линии, будь то она даже на полосковые линии, или полосковые линии, как используются в испытательных установках электромагнитных импульсов, на испытаниях электромагнитных импульсов в разнообразном, вне зависимости от этого диапазона размера, результаты расчета импульсных процессов, как я в прошлых лекциях сообщений показывал, они совпадают. Что-то произведено экспериментами, многими экспериментами. Поэтому не стоит сбрасывать телеграфные ранения вот этих сосчитов и не пользоваться. Большое спасибо вам за внимание, хорошего вам отдыха в летний период и набраться сил к новым годам учебы. Всего доброго. Спасибо за внимание.